Ключевые вопросы, как раз поднятые в рамках круглого стола и пути их решения, сейчас обсудим подробно в нашей студии. У нас в гостях Георгий Политаев, исполнительный директор Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края. Георгий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Действительно, очень важную тему сегодня за круглым столом подняли. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Какие ключевые проблемы в рамках круглого стола были озвучены? Можете так вот крупными мазками пробежаться? Трудно мне сказать. Я как бы касаюсь скользко этой темы, но тем не менее, вот с точки зрения крупного бизнеса, ведь все зависит от собственников бизнеса, все зависит от участников этого процесса. Если взять протон, абиодвигатель, то люди, принимающие решения, находятся не на территории Пермского края. И очень длинная вертикаль согласование в принятии тех или иных программ, тех или иных решений. Поэтому достаточно сложно. Есть крупный бизнес, который принимает решения здесь и сейчас. Взять, допустим, вот Пермская приборостроительная компания. Он относится к этой сфере крупного бизнеса. Но решения принимаются очень быстро, оперативно и в интересах бизнеса. То есть мы видим, исходя из моего опыта, я вижу, что обсудили тему, какую-то тему, через два месяца она уже в процессе реализации, через три-четыре месяца она уже используется в производстве. Бизнес так и должно быть. Да, достаточно оперативно. Потом, насколько крупному бизнесу, на мой взгляд, интересно оперативное внедрение. Если честно сказать, все крупные предприятия, они, как правило, с участием государственного участия. Вот. И принимается решение там. Особенно дергаться им неинтересно, рискованно. Вот. Но вот те, которые активно принимают участие, они прямо сразу видят эффективность цифровизации своих производств. Вы даже в рамках круглого слова вообще озвучили проблему, что некоторые даже на цифровой аудит там боятся заходить. Совершенно верно. Даже оценить боятся. То есть проанализировать даже не могут. Нулевой шаг сделать. Даже вот средний бизнес, сколько я знаю, им предлагаешь какое-то решение, они должны согласовать с собственниками. Это достаточно длительный процесс. Они должны написать служебную там, пока собственники рассмотрят, пока это реализуется. Самое эффективное – это малый бизнес. Устойчиво развивающийся малый бизнес. Сегодня обсудили, завтра начинаем работать, послезавтра уже видим результат. Давайте вернемся все-таки к среднему и крупному. Вы сказали, что там достаточно долго принимается решение. На это как повлиять? Ну там в регионе сложно ведь на это повлиять? Конечно, это сложно. Что здесь нужно делать? Показывать им примеры какие-то там, кейсы, которые уже реализованы? Ну, во-первых, вот исходя из моего опыта, повторяюсь постоянно, потому что даже в крупном бизнесе надо найти человека, которому это интересно, который это двигает. Потому что общающийся даже тот, кто отвечает за это, он говорит, слушай, вот как бы у меня есть прописано, чем я должен заниматься, я этим и занимаюсь. А здесь же изменение структуры, какое-то беспокойство, еще что-то. И не всегда на это иду. То есть должна быть там отдельная должность, как, например, в том же Уралхиме, директор по цифровой трансформации? Конечно. И это должен быть активный человек. Это тоже зависит от его жизненной энергии, от его желания что-то реализовать. Ну вот в Уралхиме, да, там вся команда сформирована. А это реально, это реально так и есть. Вот. И вот, на мой взгляд, только кадры, как всегда говорили, кадры решают все. То есть надо подобрать людей активных, которые готовы взяться за это дело. Это же им надо делать потом. А мы готовим такие кадры в регионе? Ну или это тоже есть проблема, что таких кадров мало? Такие кадры, это, на мой взгляд, проблема. Вот. Если они развиваются, реализуют какие-то проекты, их видят наверху, их сразу забирают наверху. И таких примеров вы сами знаете достаточно много. Ну то есть я даже не спрашиваю такой философский вопрос, как их удержать здесь в регионе. Это достаточно сложно, да, комплексный. Развивать регион, поднимать зарплаты. Решение комплексное должно быть. Потому что не всегда все решают деньги. Вот. Часто бывает, семья здесь находится, не хочется отрываться. Здесь некоторым интересно жить в регионе. Потому что они, ну, как бы, чувствуют свою значимость на этом месте. В Москву приехали, все, они там пешки. А здесь они могут, да, развивать регион, видят, их здесь ценят. Это тоже очень важная составляющая, как бы, развитие общества и человека. Георгий Михайлович, вот про малый и средний бизнес вы начали говорить. То есть в этом плане в Пермском крае не так все плохо с малым бизнесом, да? Что они достаточно хорошо внедряют цифровой инструмент? Ну, сколько я знаю, это самые активные группы инноваторов. Значит, это раз. Второе. Значит, у нас есть вузы, которые готовят этих людей. Вот. Это тоже огромный плюс для нас. Потому что ребята, вот, допустим, в госуниверситете, сколько я знаю, на третьем курсе, они все уже трудоустроены. С мехмата, в частности. То есть все они, эти студенты пользуются спросами, все они где-то уже... Ну, потому что, да, достаточно плотная работа выстроена, там, с консорциумом, там, инфоторик. Конечно, конечно, да. И все знают, куда обратиться за кадрами. Это раз. Второе, вот даже наглядный пример, когда мы проводим конкурс «Умник», который финансирует фонд. И самые талантливые ребята получают по полмиллиона рублей, то на финальном этапе оценки их проектов, когда уже предприниматели оценивают их проект, многие предприятия присутствуют в зале, руководители предприятий, и сразу этих ребят зовут к себе. Вот ИВС, группа компаний ИВС там, они сразу процентов 40 айтищиков приглашают к себе на работу. Потому что, если человек талантлив, ну, пусть занимается той темой, которую он озвучил, но тем не менее его можно ведь направить на решение других задач в интересах. То есть таких историй нужно больше вводить? Именно сводить с крупными компаниями? Совершенно верно, совершенно верно. А сейчас таких возможностей нету разве? Ну, то есть даже крупный бизнес какие-то проводит, ну, там, типа закупочные сессии, там, им нужно проводить какие-то ярмарки, там, кадрового потенциала. Совершенно верно. Да, ярмарки, вакансии. Можно это реализовать как-то в регионе? Кто должен этим заняться? Кто должен быть инициатором этого? Ну, это совместный процесс. Это и бизнес, и органы государственной власти, и вузы это обязательно должны принимать участие в этом. Вот сегодня было выступление, допустим, представителя Комкабеля. Значит, они не могут найти студентов, которые бы пошли к ним работать. Но есть варианты, допустим, целевого финансирования от бизнеса. И этот инструмент, на мой взгляд, все чаще и чаще используют. Политех, ну, ПНИПУ у нас всегда идет навстречу предприятиям, которые направляют своих, ну, свою молодежь, чтобы они получили образование, а потом пришли на производство. Видимо, недостаточно таких встреч. Может быть, недостаточно, да. Власти каким-то образом могут здесь повлиять. Ну, вот сегодня представители властей тоже были, там, за круглым словом, участвовали в дискуссии. Никаких они решений там не говорили. Ну, пока решений не было принято. Но здесь же тоже и министерство образования должно быть задействовано, и министерство промышленности, так как все это организуют. Такие ярмарки, вакансии проходят, но мне кажется... Это точечное. Когда есть какой-то кадровый голод, не стратегические цели закрывает, а какие-то текущие только, видимо. Ну, пусть текущие. Это уже хорошо, да? Да, это хорошо. И предприятия крупного бизнеса, они тоже достаточно консервативные. Они думают, вот мы такие большие, вот к нам все пойдут. А самых активных студентов выбирает себе малый бизнес. Тот же вот промобот берет себе там с докладом в 120 тысяч, зовет к себе. То есть, самых талантливых берет к себе активный бизнес. А потом, что остается, уже вот на такие предприятия уходят. У кого-то из регионов может Пермский край здесь учиться каким-то выстраиванием, каких-то схем? Конечно. Татарстан. Да, я думал, что вы Москва скажете, и там сказал, что Москва не считается. Ну, этих я не говорю, мы же о регионах говорим. Москва и Санкт-Петербург – это свои истории. То есть, там выстроена работа плотная, да? Конечно, конечно. И с музами, и с крупным бизнесом. Да, я вот сам присутствовал там на встрече вот именно с молодежью. И смотрю девушку из Пермского края, я говорю, слушай, ты это самое, в Пермь ты собираешься возвращаться? Она говорит, нет, вот, мне тут эту самую работу предложили жилье, мне предложили, это ведь основа. То есть, она не ищет, где снять, а у них вот общежитие там, такого малоквартирного типа. Можете каким-то образом государству здесь поучаствовать и помочь бизнесу привлекать эти кадры и там, соответственно, развивать производство? Это самый такой последний у меня глобальный вопрос, какая поддержка может быть со стороны государства? Ну, во-первых, это, может быть, даже не финансово, это жилье, самое первое. Вот, знаете, ведь при вузах всегда там общежития были. И некоторые студенты, они шли, поступали в этот вуз, потому что дает общежитие. Вот. Сейчас с этим несколько раз сложнее, по-моему, стало. Но, тем не менее, когда ты идешь и у тебя есть жилье, то иногда ради этого люди идут. Потому что, вот, помните, в советское время на каждом предприятии были общежития. При каждом предприятии. Все. Молодой специалист, молодой специалист приходит, ему сразу дают комнату в общежитии. Вот. Ну, это все-таки с точки зрения бизнеса. Бизнесу нужно там расширять. На это не всегда там есть деньги, естественно. Но и в бюджете нет денег на это. Что еще может сделать государство? Ну, вот, организовать вот эти ярмарки, встречи. Опять-таки, да, наверное, каким-то образом свести. На это, наверное, какие-то бешеные бюджеты не нужны. Не нужны совершенно. И даже вот, ну, основа это все равно жилье и работа. Ведь многие студенты тоже не всегда могут найти себе работу по специальности. Мы не говорим только про IT. Мы про все сферы принципиально говорим. И вот если вы помните, когда приходишь на завод, тебе всегда дают наставника. Вот. И вот если бы эту систему, может быть, даже при содействии бюджета, при содействии органов государственной власти мы инициировали, это тоже бы был большой плюс. Очень надеюсь, что власти услышат все эти предложения каким-то образом посодействовать. Спасибо огромное за ваше мнение. Георгий Политаев, в нашей студии исполнительный директор Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края. Спасибо, Георгий Михайлович. Всегда к вашим услугам. Спасибо.